Здравствуйте, уважаемые слушатели! Здравствуйте, разрешите представиться. Я Капустина Ирина Васильевна, директор высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Вебинар проводится для разбора ситуаций, конкретных заданий по направлению подготовки торговое дело Олимпиады «Я профессионал». Повторю некоторые вещи, которые принципиально важны для вас в процессе проведения отборочного тура нашей Олимпиады. Ваше задание будет включать 20 тестов. Все 20 тестов носят характер закрытых вопросов с одним вариантом ответа. Я считаю, что это несколько облегчает вашу работу на нашей Олимпиаде. Время проведения теста 60 минут. То есть получается на один вопрос около трех минут. Я думаю, что вы очень часто участвовали в тестировании и знаете, что три минуты – это достаточно большое количество времени. В процессе проведения Олимпиады по торговому делу вы будете отвечать на вопросы по следующим дисциплинам, которые включены в Олимпиаду. Я их сейчас перечислю. Я очень надеюсь, что количество этих дисциплин все же вас не расстроит и скажу потом почему. Итак, в Олимпиаду включены вопросы по коммерческой деятельности, менеджменту, маркетингу, организации торговли, поведению потребителей, рекламной деятельности, товароведению и экономике торговли. На первый взгляд кажется, что количество дисциплин очень большое. Но, мои дорогие, наверное, вы поняли, что часть дисциплин включены в любое направление подготовки. Ну, например, менеджмент, маркетинг. Зачастую в маркетинг включено и поведение потребителей и рекламная деятельность. Поэтому практически каждый из вас изучал эти дисциплины. Есть, конечно, и специализированные дисциплины, о которых, может, кто-то из вас не слышал, но я думаю, что в процессе подготовки к Олимпиаде вы услышите. Ну, например, экономика торговли. Что такое экономика торговли? Да это практически экономика фирмы, только экономика торговой фирмы. Поэтому, опять же, зачастую многие из вас изучали экономику организации. А дисциплина экономика торговли – это прикладная дисциплина по отношению к отрасли. В данном случае к розничной, актовой торговле. Безусловно, дисциплиной специализации является организация торговли. С этой дисциплиной встречались только те ребята, которые учатся на специальных направлениях подготовки. Это торговое дело, товароведение. Безусловно, товароведение – это тоже специальная дисциплина. Ну и, пожалуй, и все. Еще есть дисциплина коммерческая деятельность. Реже встречается. Но, думаю, опять же, многие из вас изучали предпринимательскую деятельность. Это та же самая предпринимательская деятельность, только опять в отношении нашей отрасли. Поэтому, мои дорогие, я все же очень надеюсь, что количество дисциплин вас не смущает. Надо подготовиться получше по специальным дисциплинам и вспомнить то, что вы изучали на общих дисциплинах подготовки. Еще раз пройдемся мы с вами по заданиям, которые включены в демо-версию. Вы, наверное, с ними знакомились. Ну и еще раз. Начнем с экономики торговли. Экономика торговли проверяет уровень ваших экономических знаний по отношению к отрасли. То есть это экономика отрасли. В этой связи тот вопрос, который был дан в демо-версии, он и отражает специфику торговли. Итак, такой вопрос. Из чего складывается доход предприятия розничной торговли? Три варианта ответа. Оптовых надбавок, торговых надбавок, торговых наценок и торговых скидок. Но я думаю, что разбирая... Вот представим себе на минуточку, что вы не знаете правильный вариант ответа. Но я надеюсь, что каждый из вас сразу по логике вопроса можете и сориентироваться и ограничить правильные варианты ответа. Когда речь идет о предприятии розничной торговли, вероятно, я думаю, что вы со мной согласитесь сразу. Оптовые надбавки убираем сами собой, потому что это будет относиться к оптовому звену. Ну а дальше здесь вступают, конечно, ваши специфические знания предмета. У нас остается три варианта. Торговые надбавки, торговые наценки, торговые скидки. В современной рыночной экономике доход розничного торгового предприятия формируется за счет торговых надбавок. Что такое торговая надбавка с точки зрения экономики? В предприятии розничной торговли пришел товар по закупочной цене. Его закупили или взяли на реализацию по закупочной цене. Розничное торговое предприятие делает надбавку на эту закупочную цену и продает товар по розничной цене. Таким образом, сумма реализованных торговых надбавок и является доходом предприятия розничной торговли. Следующее тестовое задание по коммерческой деятельности. В чем отличие коммерческой деятельности от предпринимательской деятельности? Имеется четыре варианта ответа. Коммерческая деятельность не охватывает процесс изготовления товара. Коммерческая деятельность может быть только на предприятиях торговли. Отличий нет. Нет правильного ответа. Вот эти четыре варианта ответа. Мои дорогие, прежде чем ответить на этот вопрос, я вообще хочу вас ввести в понятие коммерческая деятельность. Коммерческая деятельность присуща всем видам предпринимательства. И торгового, и промышленного, и научного. Еще раз повторяю, всем видам предпринимательства. Вот на самом деле очень многие и профессиональные люди не понимают этого. И делают знак равенства между предпринимательской деятельностью и коммерческой деятельностью. Коммерция – это предпринимательство. Такое впечатление возникает, что предпринимательства в промышленности нет. Но я надеюсь, вы понимаете, что это очевидно не так. Дело в том, что коммерческая деятельность может быть в любой сфере деятельности, но она нацелена на, главным образом, на процесс реализации товара, красиво продать товар, правильно, эффективно продать товар. Вот что такое коммерческая деятельность. Но кроме того, коммерческая деятельность связана и с закупкой товара. А закупка товара – это тоже важнейшая часть, конечно, предпринимательства, потому что надо купить товар выгодно и продать товар выгодно. Для этого, конечно, существует целая система коммерческих отношений, которые изучаются в дисциплине коммерческая деятельность. В этой связи, опять подходя к правильному ответу на вопрос, правильный ответ – а коммерческая деятельность не охватывает процесс изготовления товара. Действительно, реализация и закупка – вот объекты, предмет коммерческой деятельности. А изготовление – это производственный процесс. К коммерческой деятельности он не имеет отношения. Разберем тестовое задание по организации торговли. Задание – это тестовое задание следующее. Определить наиболее сложную и трудоемкую операцию технологического процесса. Значит, предлагается четыре варианта ответа. Разгрузка товаров с автотранспорта. Приемка товаров по количеству и качеству. Хранение товара. И четвертый ответ – подготовка товаров к продаже. Итак, нам надо определить наиболее сложную с точки зрения процесса и трудоемкую с точки зрения того, насколько много привлечено трудовых ресурсов для этой операции. Во-первых, я хочу вам сказать, что в торговле достаточно существует много процессов в ходе технологических операций и в ходе торговых операций. Вот здесь даны четыре процесса. Это разгрузка, приемка по количеству и качеству, хранение, подготовка к товару в продаже. Некоторые процессы здесь не представлены. Например, закупка товара или обслуживание покупателей. Поэтому только часть. Надо выбрать наиболее сложную. Правильным ответом является подготовка товара к продаже. Почему? Дело в том, что если мы рассматриваем продовольственную торговлю, то зачастую, хотя этого становится все меньше и меньше, но тем не менее тоже есть это, например, осуществляется фасовка товаров. Фасовка товаров, упаковка товаров – это всегда дополнительные функции торговли, которые требуют и привлечения специализированного оборудования и дополнительной рабочей силы. Если мы говорим о непродовольственной торговле, то то же самое. Здесь требуется предварительная сборка товара, например, мебели, утюжка, отпаривание, когда мы говорим об одежде. И это опять требует дополнительных площадей и штатных единиц. Поэтому правильный ответ – ответ Г. Что касается менеджмента. Вопрос из демо-версии такой. Одной из черт стратегического планирования является А. Ориентация на получение предприятием долгосрочных конкурентных преимуществ. Б. Усиление внимания к финансовым аспектам функционирования предприятия. В. Наличие единого жестко определенного стратегического плана развития предприятия. Г. Разработка долгосрочных планов развития предприятия. Итак, вопрос одной из черт стратегического планирования. Безусловно, здесь есть варианты, которые как бы хочется несколько вариантов отметить как в качестве правильных. Но правильный вариант является первым вариантом. Это ориентация на получение предприятия долгосрочных конкурентных преимуществ. Потому что это и есть цель стратегического планирования. Поэтому, мои дорогие, если вам интуитивно кажется, что несколько вариантов правильные, то мой совет следующий. Ориентируйтесь на наиболее важный с точки зрения правильности ответ. В. Наличие единого жесткого определенного стратегического плана предприятия может существовать, может не существовать. Разработка долгосрочных планов развития предприятия, он больше вообще к планированию относится на предприятии. Поэтому, конечно, первый вариант ответа является наиболее правильным и подходящим. Что касается маркетинга. Вопрос такой. Комплекс маркетинга Микс включает в себя 4 варианта ответа. Управление предприятием, организацию производства товара, выбор условий реализации товара, совокупность инструментов. Товар, цена, сбыт, продвижение. Ну, мои дорогие, мне кажется, даже объяснять ничего не надо, даже человеку, который не изучал маркетинг. Поэтому, конечно, ответ Г, ответ четвертый правильный. Я чуть-чуть остановлюсь, потому что я вижу, отвечает мой помощник, спасибо большое. Конечно, посмотреть видеозапись можно будет. Дисциплина поведения потребителей. Задание такое. Потребность – это количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения нужд. Второй вариант ответа – нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму. Дальше. Товар, который способен удовлетворить нужду потребителя. Услуга, которая способна удовлетворить базовые потребности. Опять же, ответ очевиден. Вот можно ничего, опять же, не знать, но ответить правильно. Но я вам более широкое дам толкование, ориентируюсь на классика маркетинга Котлера, Филиппа Котлера. Многие маркетологи выделяют три ключевых категории маркетинга в части поведения потребителей – нужда, потребность, запрос. Основной категорией является нужда, испытываемая человеком недостаток в чем-либо. Таким образом, потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. Потребность, подкрепленная покупательной способностью, получила название «запрос». Таким образом, правильный ответ – Б. По рекламной деятельности задание такое. Контактные аудитории – это субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия достигать поставленных целей. Б. Субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и поставляют ему товары. В. Субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, покупая его товары. И. Г. Субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и оказывают ему услуги. По определению, контактная аудитория – это некая группа, проявляющая потенциальный или реальный интерес к компании и в той или иной форме оказывающая влияние на ее способность к достижению поставленных целей. Таким образом, ответ – А. Итак, мы с вами разобрали практически все задания. Я бы хотела еще по товароведению вам представить вопрос и ответ. П. Покупатель обратился к продавцу-консультанту с просьбой помочь ему в выборе парфюмерной жидкости, имеющей наибольшую стойкость запаха. Что должен был посоветовать ему продавец-консультант? Но я думаю, что для девушек даже сложность, даже изучать товароведение не надо. Четыре варианта ответа. Я думаю, каждая из девушек ответила уже правильно. Четыре варианта ответа. А. Туалетная вода. Б. Одеколон. В. Парфюмерная вода. Г. Духи. Наиболее стойкий запах, конечно, у духов. Поэтому правильный ответ – Г. Мои дорогие, я с вами рассмотрела все вопросы, которые, ну даже не все, конечно, задания, но примеры всех заданий, которые будут у вас на отборочном туре. Мы с вами понимаем, конечно, отборочный этап наиболее, как бы вам сказать, ну непростой, но, конечно, он отсеивает большое количество людей и остаются самые сильные. Вот я вижу, уже есть вопрос и сразу же отвечаю, хотя я с этого начала. Отборочный этап будет включать в себя только тестовые задания. Задачи и кейсы будут уже на других этапах. И мы, конечно, проведем разбор этих задач уже в следующих вебинарах. Сейчас только теоретические вопросы. Так, может быть, кто-то еще хочет задать вопросы. Пожалуйста, мы будем рады отвечать. Пока вы думаете, я хочу действительно искренне вас пригласить на нашу Олимпиаду. И по многим причинам, да, у каждого, конечно, свой стимул выйти на Олимпиаду. Но, во-первых, конечно, хорошие призы. И это тоже очень важно, мои дорогие. Но, безусловно, мне кажется, каждому из нас и из вас очень важно внутреннее ощущение своих знаний. Да, это Олимпиада позволяет нам ощутить, насколько мы реально знаем вопросы. Дальше я вам хочу сказать, поверьте мне, и я думаю, что вы это тоже понимаете отлично, что торговля сегодня – это двигатель экономики любой страны, в том числе и Российской Федерации, и крупнейших экономик мира. Торговля – это та сфера экономики, которая вносит наибольший вклад в валовый национальный продукт, в численность занятых, в налоговые поступления страны. Именно торговля создает качество жизни населения. И это значит, что она больше всего привлекает к себе выпускников вуза в том числе. Лучшие инновации – организационные, маркетинговые, технологические – прежде всего реализуются в торговле. Торговля уже долгое время – самая инновационная отрасль развития народного хозяйства, и не только у нас, еще раз повторяю, в любой стране мира. Поэтому, конечно, и Олимпиада по торговому делу, она поэтому вам и должна быть интересна, что вполне возможно, что это будущее – ваша сфера деятельности. Это сфера деятельности, куда привлекаются большинство выпускников вуза, особенно по экономическим специальностям. Поэтому, конечно, надо принимать участие, понимать, где вы сильны, где вы чуть-чуть недорабатываете и так далее. Мы вам в этом поможем. И задачи наши, и тестовые задания направлены не на то, чтобы вы не прошли тур какой-либо, а наоборот, чтобы вы смогли раскрыть свои потенциальные способности, свои возможности, даже если вы не знаете еще каких-то специфических знаний, да, специфических моментов. Интуитивно – это тоже, интуицию никто не отменял. Это очень большая способность человека, которая позволяет сегодня ему успешно работать во многих областях деятельности, а в торговле тем более. Вопрос. Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть даты отборочного этапа по направлениям? На сайте Олимпиады «Я профессионал». Если есть с этим затруднения, вы напишите, мы вам сможем в чате написать. Пожалуйста, если есть еще вопросы, мы рады вам ответить. Я хочу еще сказать, опять, пока вы думаете, что эта Олимпиада включает в качестве участников бакалавров, но особо я хочу сразу отметить, что в Политехническом университете есть множество магистрских программ, в том числе по торговому делу. Именно их надо выбирать, когда вы уже понимаете, что ваша сфера деятельности будет связана с какой-либо отраслью, а в данном случае с отраслью торговли. Вот тогда точно надо идти на магистрские программы и получать те специфические знания, которые вы могли недополучить в бакалавриате. Поэтому в любом случае, как бы вы не прошли успешно или менее успешно Олимпиаду для бакалавров, я вас, конечно же, приглашаю в Политехнический университет на направление торговое дело, товароведение, где вам дадут специфические знания отрасли. А Политехнический университет был основоположником торгового образования в России в 20-е годы, когда создавалась научная школа организационно-технологического направления. Я понимаю, что вы можете в любом случае задать вопросы в чате. Пожалуйста, пишите. Если это даже будет, может быть, после, или мы каким-то образом попытаемся вам ответить. Если больше вопросов нет, то я еще раз всех вас приглашаю. Все мы рады видеть вас на нашей Олимпиаде. Всего хорошего и в жизни, и в профессиональной жизни, и в учебе. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok